Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева. В предыдущем выпуске я загадала загадку. Какой рукой лучше размешивать чай? Многие из вас угадали ответ правильно. Размешивать чай нужно ложкой, а не рукой. И первый ответ такой написала Яна Кейс. Как обещала Яна, передаю тебе привет. Твоя сигна опубликована в моей группе вконтакте. А вот вам новая загадка. Кто под проливным дождем не намочит волосы? Первый, написавший правильный ответ, получит персональный привет от меня в следующем выпуске и сигну от меня. Ну а теперь перейдем к диайвай. Как вы уже догадались, делать мы будем такие милые сережки в виде традиционных новогодних леденцов. Это один из самых бюджетных диайвай на моем канале. Ведь использовать я буду палочки от чупа-чупсов. А если вы хотите сделать целый комплект бижутерии, то вот вам еще идея от моей дорогой подружки Светы Фрэш. Она сделала прикольные мини конфетки-кулончики, которые будут потрясающе смотреться с такими серьгами. Ну или без них. Такие милые штуки можно наделать в подарок всем своим подружкам на Новый Год. Ссылку на ее видео я оставила в описании. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два первых и самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Свои ответы оставляйте в комментариях. Следи за выходом моих новых видео на моей странице в инстаграм, чтобы иметь возможность отвечать на пасхалки раньше всех. Итак, делаем сережки. На одну сережку нужна одна палочка от чупа-чупса белого цвета. Над свечой нагреваем палочку в одном месте буквально 5-10 секунд. Когда в этом месте палочка подплавится, она станет гибкой. Сгибаем ее вот так в трость и держим в таком положении, пока пластмасса не застынет. Примерно через минуту палочка застывает в таком положении. Отрезаем лишнюю длину заготовки. Вот, собственно, что получилось. Теперь нужно нарисовать красную линию по спирали. Можно использовать лак для ногтей, акриловые краски и даже фломастер или маркер. Нарисовать линию можно от руки, а можно заклеить заготовку конфетки тонкой полосочкой скотча по спирали и закрасить ее. После того, как краска просохнет, отклеиваем скотч. Получается такой результат. Все, что осталось сделать, это вставить в сережку швейную булавку или специальный пин. При необходимости зафиксировать его суперклеем. И подвешиваем конфетки на швензы. Продаются они в швейных магазинах по 2-5 рублей за пару. Все, сережки готовы. Смотрятся на ушках они классно. Прикольные серьги. Вернемся к пасхалкам из предыдущего видео. Одна пасхалка была спрятана тут. И первая написала об этом Алина Супер. Ну а следующая пасхалочка была тут. Первая сообщила о ней Настя Холок. Поздравляю победителей. Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Спасибо всем за активное участие. Не забудьте посмотреть DIY моей подружки Светы Фреш про такие милые новогодние кулоны. Ссылка есть в описании под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. До новых выпусков и всем пока!